Там про девочку-то смешно, что когда девочка в вопросы ей ответы играет, ей вопросы задают, а у тебя там был, мол, задавайте любые вопросы, там рядом какой-то мракобес сидит с этим, священник, очевидно. С галстучком белым. Да. Или полосочка какая-то. Дай-дай-дай. Ну, немедленно задается вопрос, а у тебя там был бойфренд? Был. Ну, и следующий вопрос, естественно, а секс-то был? Видите, священник там зверски вращая глазами, а она сразу врубилась? Нет. Секса не было. Берегу себя для будущего мужа. Хотя мы знаем, что Хьюи, как минимум, второй уже сожитель. Ну, у Хьюи это пока не было. Она ему не девственницей досталась, про неё говоришь. Минимум второй мужик, а, скорее всего, и не второй. Ну, с одной стороны, что тут такого, а с другой стороны, ну, давай, скажи. Есть вещи, повторяю, про которые категорически нельзя говорить вообще никому, иначе это всё будет использовано против тебя. Так в тюрьмах и на зонах происходит. С женой-то сексом занимаешься? Конечно, занимаюсь. Любишь её, в каких позах? Во всяких. Мы же откровенно беседуем, да. А она у тебя в рот брала, как само собой, да. А ты с ней целовался? Что? Это ж жена. Нахер. Манатки собрал и под нары. Ну, потому что нельзя. Никакой связи между половым органом и твоим ртом быть не должно. А ты сам про это рассказал. Значит, ты пидор. Пошёл нахер под нары. Зачем ты это говорил? Ты зачем абсолютно посторонним людям рассказываешь про какие-то там особенности своей половой жизни? Во-первых, какое ваше собачье дело? Как я со своей женой живу? Во-вторых, а зачем это вообще всё? Зачем про это рассказывать? Ну, у людей мозги работают туго, и жизнь после этого радикально меняется. А тут она сама сообразив и отчасти священник подсказал, что про такое говорить нельзя, но её это глубоко поранило. Как же так? Я не могу говорить про такие вещи. Тут, с моей точки зрения, религия, она в массе аспектов заведует нравственностью, объясняя, что такое хорошо и что такое плохо, что можно и чего нельзя. А вот эти вот потуги, то, что там показано на её примере, ну подумаешь, а я считаю, что так не надо, а я считаю, что это напрасно, она же ходит там, где муж плюс жена равняется, семья, что это, гомосеков в ад там, и вся... Что это? Ну вот тебя сейчас от этого корёжат, да? Ну, мы же свободные люди, почему мужик не может сжить с мужиком и усыновить ребёнка? Оно тихо-тихо-тихо начинается, а потом весь твой социум, всё общество полетит в тартарары. Блин, у вас там будет не фашизм, а я вообще не знаю что. Когда ты вообще там ни на какую тему рот не откроешь. Это сейчас ты треплешься про, что тебе нравится, а дальше будет караул, а дальше тебе не разрешат говорить ничего, что ты хочешь сказать. Ничего ты не будешь говорить. Будешь говорить только то, что разрешено. И вот она вся, свобода твоя. А кто это сделал всё? Ты. Почему? Потому что ты дура, потому что ты не понимаешь. И возвращаясь обратно, эта самая религия, она социум держит в рамках некой морали. Если вы эту мораль разрушаете, вы сначала порушите мораль, а потом порушите и общество. Это вещи крайне опасные, с моей точки зрения. Мы же видим, что на Западе это происходит. Её ж корёжит-то, как, так сказать, свободную американку. Ну, что это такое? Всё это должно быть разрешено. Ну, должно быть. Подождите. Это же тоже запрет в каком-то смысле? Да. Ну, ладно. Ну, не запрет, а как минимум это ограничение. Да. Но почему они лучше других ограничений? Они тысячелетиями настоявшиеся. Вот так вот можно, а так нельзя. Это очень глубокий философский вопрос. Можно ли, например, заниматься сексом при своих детях? Почему нет? Что в этом такого? Это абсолютно естественный процесс. А сколько лет ребёнку при этом? Пять или пятнадцать? Какая разница? Папа любит маму. Что не так-то? И, собственно, этот-то что в стороне стоит? Давай к нам. Мы и тебя любим тоже. Давай к нам. Что такого-то? Это же любовь. Вы так население земли просто с ума сведёте для начала. Ну, а потом, я не знаю, для чего вы это делаете? Для чего вы сводите с ума население? Можно ли такое? Это ограничение, да. Есть ограничение типа, чтобы брат не сожительствовал с сестрой, потому что слабоумные дети рождаются, т.е. этот... Как он? Инбридинг или как там... Инбридинг. Правильно, я не помню. Так нельзя. Даже у собак. Не рекомендуется. Должны быть не родственники. Вообще тогда хорошо получается. А тут чёртишь что получится. А вы вот к этому общество ведёте. Не рассказываю. Вот вчера в Соединённых Штатах в начале 20-30-е годы за гомосексуализм давали 25 лет тюрьмы. Тюрьмы 25 лет. Вдумайся. А сегодня нет. А это перестало быть преступлением. Декриминализировали, так сказать. Отлично. Что следующее? Инцест? Или педофилия? Или одно обгонит другое. Потому, что они громко во всеуслышание заявляют. А чё такого? Ну, а чё такого? Собственно говоря. У них всё так. Если вот это вот нельзя, ну, этого как наркотики. Нельзя. Представляете, первое. Представляете, какой там оборот? Ну, вот США главный потребитель наркотиков на планете Земля. Представляете, сколько туда завозят? Помнишь? Есть хорошая книжка «Кокаиновые короли». На сайте «Тупичок гоблина» лежит начитанное мной. Там сокращённое издание. И не очень хорошо переведено. Но общее представление даёт. Как там первый раз задержали самолёт. В нём 6 тонн кокаина. И как там все присели от ужаса. Потому, что то, что задерживают на границе, это, как правило, не более 5% от того, что завозят в страну. Вот то, что удаётся перехватить пограничникам, береговой охране. Не более 5%. Если 6 тонн, то давайте включим арифметику. Сколько же получается употребляют граждане США. А потом тоже много раз говорил, повторюсь, когда они начали спрашивать умных колумбийцев, а как вообще определить. А колумбийцы сказали, что вот, а вы сосчитайте, сколько эфира завозят. Вот эфир нужен для производства кокса. Сосчитайте. Если поймёте, сколько завозят эфира, вы сразу поймёте количество производимого кокаина. Они начали искать америкосы. Нашли какой-то завод в Германии. Эфир этот больше всего производит EG Farmen Industry в Германии и пара контор в Америке. И внезапно оказалось, что страна Колумбия покупает весь эфир, который производят на планете Земля. И вот население употребляет вот в таких количествах. Как ты понимаешь, его сначала везут через границу, платят деньги. У них там, как там, сколько каждые выходные в сторону Багамских островов в Карибское море улетает 35 тысяч частных самолётов. Ну, если каждый по килограмму привезёт, а многие больше привезёт, то можешь представить, сколько завозят. Эти наркобарыги, они там строят подводные лодки, выписав специалистов с территории бывшего Советского Союза. Подводная лодка. Её в воду, в неё двигатель, GPS-модуль, она приплывёт к берегам США. Её разгрузят. Нахер выкинули. Больше не нужна. Всё окупается за один заезд. Хотелось бы со всего этого получать долю. Как ты понимаешь, это же капитализм. Ну, давай потихоньку зайдём издалека. Сначала марихуану. Потому, что все деньги идут наркокартелям, а должны идти нам. Вот марихуану уже можно курить. Можно с собой грамм иметь на кармане. Это для личного использования, а не для продажи. Ну, в смысле... Человек кладёт в карман грамм, идёт его, продаёт, идёт, забирает второй грамм. Или закладки делает. Вы вообще не увидите ничего. То есть, там найти их гораздо сложнее. Ну, вот, а закладки как побороть? Давайте декриминализуем. А давайте ещё разрешим её выращивать где-нибудь в Канаде. И вот уже там Майк Тайсон во главе планеты всей. Вот с таким косяком. И влог себя чувствует. У него плантации. Он продаёт. И всё. Это уже декриминализировано. Следующее, что кокс. Я так думаю, что сначала таблетки веселящие. Как это? Эйфоретики. Ну, а потом всё остальное. Хорошо. А как ты это? Вот я не знаю. Мы всю жизнь водку пьём. Сколько вокруг спившихся. Я не могу сказать, что все спиваются. Но спившихся достаточно много – это раз. Людей, которые бухают постоянно, не будучи… Условно… Ну, у нас алкоголик, в моём понимании, это не как в Америке. Что там? Если вы больше двух стаканов водки в месяц выпиваете, твой алкоголик. Вы о чём вообще? Я в неделю столько выпиваю, блин. Больше. Сейчас не пью. Ну, как это так? Глупость очевидная. Ну, люди, которые бухают, а сколько от них бед и горя. Что они там на производствах делают? Как они за рулём ездят? Что у них в семьях происходит? Кто там жене, детям морды бьёт? Кто там куда-то бросается? Пьяные драки. Пистолеты теряют. Стреляют хер знает в кого. Вам мало вот этого? Горя такого? Мало. Давайте ещё коноплю разрешим. Ну, вот человек покурил, допустим, сел за руль. Поехал. Как, знаешь, три наркомана в машине сидят. Светофор. Красный, жёлтый, зелёный. Красный, жёлтый, зелёный. Красный, жёлтый. Вова, поехали. Я не успеваю. Ну, вот. А как ты за рулём ездишь? Какая у тебя реакция? Как? А как ты проследишь, кто сел за руль? Такое же опьянение. А кто не сел? Да. Это же опьянение. Водка, она тоже наркотик. Только это алкогольное опьянение. А это наркотическое опьянение. И вот ты уже кого-то задавил, переехал. Есть ли от этого польза? Я лично очень... Я не в курсе. Может, у них тоже есть ограничения? Ну, у них же пьяный... Конечно. Там вообще никого не останавливают. Ты там что-то уже на машине должен такое отчебучить, чтобы тебя полиция там заметила и тормозила. Если тихо, нормально едешь, то едят никому не... Их так много все на машинах, что иди в жопу. Неинтересно тобой заниматься. Но это причина повышения аварийности. У нас-то правда... Как это раньше, когда американские всякие сводки смотрел, что там огромное количество аварий происходит по причине текстинг. Текстинг – это эсэмэски за рулем пишет. Каким надо быть идиотом, чтобы за рулем писать эсэмэски? Ну, что ты думаешь, когда Дементий меня пьяного домой возит... Так-то я сосредоточен на дорожном движении. А когда Дементий меня везет, я смотрю в окно. Ну, если скажу, что в каждой второй машине дебил сидит за рулем вот так вот, то, наверное, преуменьшу даже. Потому, что они все едут с телефонами и все смотрят в телефон. Это на трассе, где 110 – разрешённая скорость, ну, то есть, все едут примерно 130. А ты тут с телефоном сидишь. Люди безмозглые. Ну, давайте ещё они все дунут, как следует закинуться. Хайвай Стар помчался. Вот.